Дождливое воскресное утро. Несмотря на это, избиратели приходят на участок и делают свой выбор. В деревне Иванцево голосуют 564 человека. В 10 утра свой гражданский долг уже успели выполнить 40 жителей села. Люди идут с утра голосовать. Очень хорошо, очень активно. У нас вообще здесь люди активные, у нас все ходят голосовать. Хотя и проблем много, все знаете. Деревений у нас очень много, у нас участок очень большой. На этом же участке голосовал и кандидат в губернаторы Павел Коньков. Выглядел он немного нервным и уставшим. Голосовал открыто. Галочку за себя поставил при всех, не уходя в кабинку. Настроение как бы нормальное. Хотя, конечно, переживаю, потому что день в жизни достаточно значительный. Ну, как бы надеюсь на победу. Утром в понедельник стало известно, что Павел Коньков набрал наибольшее количество голосов избирателей. У него 80%. Кандидат от коммунистов занял второе место и набрал более 7%. Более 6% у либерал-демократа Сергея Сироткина. Справедливо Рос Александр Петелин заручился голосами 2% избирателей. За Сергея Вальцева проголосовал 1%. Явка избирателей составила более 36%. Безусловно, очень рад победе. Конечно, рассчитывал в целом на успех, но такой поддержки избирателей, честно говоря, не очень ждал. Поэтому первое ощущение – это искренняя благодарность ко всем вытелям Ивановской области, ко всем избирателям, которые поддержали. Искренне вам спасибо. И постараюсь все сделать для того, чтобы это доверие в ближайшие 5 лет было оправдано. На самом деле, ничего серьезного делать не собираюсь, потому что работаю уже 11 месяцев, команда во многом сформирована. Хотя, конечно, какие-то кадровые изменения будут. Церемония инаугурации намечена на 19 сентября. О своих первых кадровых решениях Павел Коньков обещал сообщить в следующий понедельник.